Это наши друзья, вот Хабир боксирует в Америке, вся его команда, американская команда там, в Америке находится промоутер, менеджер, тренер, встречи с молодежью, пропаганда здорового класса жизни, там устройство, по детским домам мы ходим, вот нам помогает, вот Радик наш друг, Артур, ну как бы здесь его команда, поэтому они тоже с нами находятся. Вообще жили в маленькой глухой деревне, вообще приходилось за 8 километров добираться, в школу учиться, вообще спортом начали заниматься в университете, когда поступили в университет, и после этого, наверное, многие уже знают, мы стояли прямо здесь, на Аллом поле, и я соберу, предлагаю, поехали в Америку боксом заниматься, говорю, и он берет монетку, кидает на доехо, падает ряшка или орел, я не знаю что, но выпало так, что мы должны были полететь в Америку все-таки, и на следующий день мы уже вылетели в Америку, вот так и началась боксерская карьера. Было 75 баксов в карьере, больше ничего не было, и огромное желание было, и вот я сказал, как мы начали боксерскую карьеру, и сейчас, вот, чего мы сейчас добились, я могу вам показать. Вот здесь, вот эта футболка, Journeyman Management, это вот сейчас моя команда, gmboxing.com, это американский провайдер интернета, и вот там вы можете посмотреть всю мою команду. Мне уходит также вот Брайан Магнайт, это очень известный поп-певец Америки, The Realist, это рэпер, он написал песню про меня. Когда мы только вот приземлились в Нью-Йорк, одну ночь мы переночевали в парке, собираем, и на следующий день, что мы делали, мы искали, да, работу? Да, в Челябинске еще, везде были, да, весь день искали работу, хотели устроиться, но не получилось, на следующий день вечером уже, мы связались с людьми, которых уже знали, когда вот ехали на чемпионат мира по гибоксингу. Мы ездили до этого, буквально за пару месяцев до этого, ездили на чемпионат мира по гибоксингу, и там познакомились с некоторыми людьми. Потом с ними как-то все-таки удалось связаться, и они просто подсказали, что вот туда-то, туда-то обратитесь, там-то может быть работа будет. И устроились на фабрику какую-то, по-моему, где окна делали, работали весь день, вечером тренировались, и вот первую цель, которую мы поставили завоевать, вот это золотые перчатки. И года два, наверное, шли к этому. Да, года два шли. Ну, гибоксинг, знаете, это не такой уж популярный вид спорта, во-первых, это не олимпийский вид спорта, во-вторых, у нас тут в Чарминске очень много чемпионов по гибоксингу, которых не знают многие. Это не такой вид спорта, вот не мировой вид спорта, можно сказать. А когда вот становишься чемпионом мира по боксу, вот, допустим, мы стали чемпионом Golden Glass, про нас потом даже спрашивал вот это, знаете, мэр Нью-Йорка, Bloomberg, вот он даже уже нас знал и мы пообщались с ним. И это разный уровень, боксы и хей-боксы абсолютно разный уровень. Получается, внимание, в Северной Америке к вам хватает, у вас достаточно много интервью, вы ездите на тренировки, по вашей встречке в соцсети. Да, конечно. Вот недавно был на американском телевидении, где я показывал еще метеорит, который был здесь, в Северной Америке. Кстати, где-то он здесь, в кармане у тебя, да, помнил? А, да, да. Вот это я его прицепил на шею к себе и вот так выходил на вид. Если будет дыремя, то обязательно. Но чемпионом мира не так уж легко стать. Я сейчас выиграл бой у бывшего чемпиона мира, и я должен войти в десятку. Я думаю, где-то седьмой или восьмой будет. И официально имею право драться за титул чемпиона мира. И, честно говоря, вот эта команда, которая сейчас у меня есть, с которой я работаю только полгода, journeyman management называется, вот они мне обещали, что в течение года, а уже прошло полгода, что меня выведут на титул чемпиона мира. И, может быть, не через полгода, а может, через год. Я уверен, что это у меня обязательно получится. Сто процентов обязательно получится, потому что я никогда не сдаюсь, всегда иду только вперед. Но, честно говоря, хотелось бы вот этот бой провести здесь, в Челябинске, у себя, в родных краях, чтобы показать пример молодежи, что вот мы с Сабиром, я помню, мы восемь километров пешком шли в школу. Вот так мы, не каждый день, но это было два-три раза в неделю, так и было. И вот хотелось бы показать пример молодежи, которая здесь, показать им пример, что даже живя в такой глубинке, можно добиться больших высот. Продолжение следует...